Моисик Кироваканский Пока законник был жив, подробности о себе он тщательно скрывал. Большая часть информации стала известна уже после его смерти, благодаря родственникам и некоторым соратникам. Родился Моисик 6 мая 1969 года в уже упомянутом Кировакане, хотя сейчас этот городок в Армении переименован в Ванадзор. Интересно, что мальчишка из района Химзавод еще в школе имел наклонности к воровству. К примеру, был пойман на месте совершения мелкой магазинной кражи. Но в силу детского возраста не судим, а поставлен на учет в детской комнате милиции. Но в 14 лет, уже будучи старшеклассником, Моис снова попался на краже в магазине. Для 14-летнего подростка в те годы это было всерьез наказуемо по закону. Так он стал обвиняемым в краже, судим в 1984 году, и отправлен в исправительное учреждение для подростков, так называемую малолетку. Данный ему срок, почти два года, он провел там полностью, безо всяких смягчений условий приговора. Интересно то, что 16-летний подросток уже тогда сильно проникся воровскими идеями и сумел заслужить вполне весомый авторитет в этой детской колонии. Он отстоял свою лидерскую позицию даже перед старшими по возрасту парнями, и к моменту завершения срока стал настоящим криминальным авторитетом. Выйдя на свободу, Моис однозначно понял, что его стиль жизни в воровском мире. Он посвятил в систему понятий своих друзей, а к 19-летнему возрасту сменил место жительства на столицу – Ереван. Там Моис целенаправленно стал завязывать знакомство с ворами в законе, желая влиться в их среду и получить определенный статус. Ему это удалось. Моису стал покровительствовать тогдашний смотрящий Гога Ереванский, а деятельность его стала заключаться в грабежах и кражах. Но скоро Армения стала ему тесна, и Моис Карапетян направился в Москву. Сюда он прибыл не один, а с ереванскими соратниками-подельниками. И группировка там, кроме воровства, наладила сбыт автомобилей. Однако в 1992 году Моису не повезло. Его задержали и осудили на два года, поскольку при нем были обнаружены наркотики. Мнение в криминальном мире насчет того, подложили Карапетяну наркотики или он их носил, потому что сам употреблял, разделились. Одни знавшие Моиса люди говорят, что он чтил воровские законы и не стал бы пачкаться о наркотике, особенно стремясь к воровской короне. А другие, что он действительно занимался наркотрафиком из Армении в Москву и сам употреблял наркотические вещества. Вообще наркотики еще неоднократно всплывали в биографии Кироваканского. Его задерживали и судили за дозу, носимую при себе. Сроки длительностью около года за наркотики он отсидел в 1995, 1996 и 1998 годах. Притом активно распространялись слухи, что именно Моис Карапетян наладил наркотрафик в Армению из Голландии и стран Латинской Америки. Один из самых невероятных и неподтвержденных слухов о том, что Моисик Кироваканский был связан с самим Пабло Эскобаром, легендарным южноамериканским королем наркоторговли. Впрочем, никаких доказательств тому нет. Но вернемся к событиям 1994 года. Тогда, после завершения очередной ходки, Моиса короновали. На тот момент армянская группировка воров нуждалась в новых лицах и деятельных лидерах. И главарь ОПГ Моис Карапетян, к тому же идейно придерживавшийся понятий, был явно подходящей кандидатурой. Его крестным отцом стал Рудик Бакинский. Моиса Кироваканского считали склоном к вспыльчивости, но в целом справедливым и правильным вором. Он исправно отстегивал долю в общак, не жил чересчур роскошно и придерживался законов криминала. Стал крестным отцом для четырех воров в законе. Хотя некоторые воры, наоборот, получили от него по шапке. Также молва обвиняла его в заказных убийствах нескольких криминальных авторитетов. Но это не доказанные факты, а лишь слухи, основанные на информации о конфликтах интересов. 18 июля 2001 года состоялось событие, которое, вероятно, могло стать причиной скоропостижной смерти законника. В подмосковном баре «Отдых» в этот день состоялась сходка, куда многие воры в законе были приглашены лично карапетянам. Но отдохнуть им не удалось. Нагрянул рубоб и последовали задержания, так как у нескольких криминальных авторитетов были найдены при себе наркотики. А вот Маис оказался при этом чист перед законом, и его не задержали. Отсюда зародившееся у воровского сообщества подозрение, что информацию о сходке правоохранительные органы получили именно от Маиса. Хотя сам Кироваканский по близким к нему источникам сразу начал поиск настоящего предателя. И, возможно, таки предоставил бы оправдывающую себя информацию, но сделать этого не успел. 26 июля в 2001 году Маисик Кироваканский вышел на Малую Бронную улицу в Москве после вечера, проведенного в ресторане. С ним был его охранник, и направлялись они к автомобилю, принадлежавшему вору. В этот момент к ним подбежал человек, открывший стрельбу в упор из пистолета ТТ. Законник сразу получил ранение и упал. А охранник в тот момент был невооружен. Его оружие оставалось в стоящем неподалеку авто. Пока он рванулся за ним, киллер уже совершил контрольный выстрел в голову лежащего раненого Маиса. Далее убийца молниеносно сел в подъехавший за ним автомобиль и уехал с места преступления. Таковы факты, вследствие которых оборвалась жизнь выдающегося вора в законе Маиса Кироваканского. Кем был киллер вора и кто его нанял, установить не удалось. Среди версий, которые озвучивались, якобы это могла быть месть воров за то, что Маис мог сдать правоохранительным органам, происходившую незадолго до убийства, сходку. Другое предположение, что это убийство стало отголоском войны между Рудиком и дедом Хасаном. Либо же у Маиса могли быть личные конфликты на почве передела объектов влияния. Местом захоронения вора в законе Маиса Карапетяна стало армянское кладбище в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok